Время сумасшедшей волатильности, и сегодня, наверное, это самая опасная угроза для фондового рынка. Капитализация Apple перевалила за 2 триллиона долларов, но им кажется, что это далеко не предел. После того, как индекс S&P 500 обновлял свой исторический максимум, цена продолжала восходящее движение. Рад приветствовать на канале CoinPost. И давайте наберемся смелости и посмотрим фактом в лицо. Индекс S&P 500 обновил свой исторический максимум цены. Это значит, что мы стали свидетелями самого короткого в истории фондового рынка медвежьего цикла, и дальше нас ждет рост на 50% и более. Или нет? Как думаете, не замахнулся ли я слишком сильно? А пока вы пишите в комментариях, когда будет вторая волна падения на фондовом рынке, и я очень надеюсь, что вспоминаете три причины краха из одного из недавних видео, я расскажу, что сегодня решил разобрать для вас видео от Грэма Стефана, которому 30 лет. Он миллионер, и во многом в этом заслуга Ютуба, где у Грэма канал с более чем двумя миллионами подписчиков. Но главное, что его основная тема – это инвестиции, фондовый рынок и финансовая независимость. И это Грэм Стефан, а не я, считает, что тот, кто сегодня купит акции, сможет заработать на них порядка 50%. Предлагаю мой обзор на его взгляды на инвестиции в 2020 году. Напоминаю, что в нашем телеграм, ссылка на который в описании к видео, каждый день публикуются основные новости мира финансов. Присоединяйтесь к нашему сообществу, и мы начинаем сразу после небольшой паузы для поддержки нашего коллеги по Ютуб-цеху. Если вдруг ты почувствовал стремительный спад активности, если ты хочешь приумножить свои достижения, если ты хочешь изменить свою жизнь в лучшую сторону и стать более успешным человеком, обрати внимание на канал «Безумная мотивация». Это твой источник оптимистичного настроя, вдохновения и правильных мыслей. Посмотри и убедись в этом лично. Не забудь нажать кнопку «Подписаться» и включить уведомления о новых выпусках. Ведь так ты обеспечишь себя регулярным контентом, который способен сделать твою жизнь намного лучше в короткий срок. Начинаем с анализа ситуации на фондовом рынке. Индекс S&P 500 обновил свой максимум, поднявшись выше 3 386 пунктов, который был установлен в феврале этого года. Таким образом, если опираться исключительно на факты, можно считать, что мы находимся на бычьем рынке. И если посмотреть на историю смены восходящего и нисходящего тренда на фондовом рынке, то медвежий рынок в среднем длится 1,4 года, а бычий рынок имеет среднюю продолжительность чуть больше 9 лет. Грэм отмечает, что мы столкнулись с самым коротким в истории S&P 500 медвежьим рынком, который длился меньше месяца. История знала и другие падения на 20% и более, которые тоже длились сравнительно недолго, но такого быстрого разворота еще не было. Причина этого кроется в огромной поддержке ликвидностью со стороны ФРС. Такого прецедента история еще тоже не знала. Добавлю от себя, что также следует учитывать технологический уровень доступности бирж. Ведь главная проблема – это открыть счет у брокера, а дальше можешь покупать и продавать хоть с телефона. И статистика показывает, что именно во время текущего роста индекса S&P 500 был очень большой наплыв новых частных инвесторов. Но был в истории один период, который выбивается из остальных, и мы знаем его как Великая Депрессия. Тогда восходящий и нисходящий тренд сменяли друг друга каждые несколько месяцев. И падение, и рост могли составить 20, 40, 60 и даже 100%. Это было время сумасшедшей волатильности. И сегодня, наверное, это самая опасная угроза для фондового рынка. Ведь реальный сектор экономики по-прежнему на последнем издыхании. Но рынки просто игнорируют данный факт. Советует ли Грэм Стефан инвестировать сегодня и прямо сейчас, я расскажу в заключительной части видео. А пока попрошу тебя поставить лайк, если хочешь продолжения подобных обзоров. И перехожу к акциям Apple и Tesla, которые в скором времени могут сильно подешеветь. Это не финансовая рекомендация, и я не говорил о том, что по Apple и Tesla нужно срочно открывать короткие позиции. Речь идет о сплите акций. И сами главы компании считают, что такой ход позволит им привлечь еще больше инвесторов. В первую очередь, частников. К слову, Московская биржа с 24 августа начала торговлю акциями американских компаний. И до конца 2020 года там будет доступно 50 самых ликвидных ценных бумаг. О чем мы, естественно, сразу сообщили нашим подписчикам в Telegram. Что же такое сплит акций? Как правило, с акциями компании делают две вещи. Они проводят дополнительный выпуск ценных бумаг или делают сплит, он же дробление. Первое очень плохо, потому что напечатав новые акции и отправив их на рынок, компании снижают долю владения каждого из своих инвесторов. А вот сплит вещь вполне нормальная, потому что доля владения каждого инвестора сохраняется. Если до разделения акций у тебя был 1% компании, то и дальше остается доля ровно в 1%. Изменяется только количество ценных бумаг. В случае с Тесла они делают сплит 1 к 5, то есть по 5 акций за каждую существующую. Цена также будет разделена на 5. И если сегодня за одну акцию Тесла дают 2000 долларов, то после сплита цена опустится до 400 баксов. Компании делают это, чтобы собрать с нас еще больше денег. Так капитализация Apple перевалила за 2 триллиона долларов. Но им кажется, что это далеко не предел, как и это не первый сплит акций в их истории. У Теслы текущая капитализация 375 миллиардов долларов. И по этому параметру она считается самым дорогим производителем автомобилей в мире. При этом руководство обеих компаний уверено, что если стоимость одной акции будет гораздо ниже, то ее захотят купить гораздо больше людей. Тут работает элементарная психология. Ведь уверен, что для большинства 2000 долларов за одну акцию Тесла это очень дорого. А вот 400 баксов можно и взять. А про сплиты, то что теперь одна такая акция дает в 5 раз меньшую долю во владении компаний, мало кто будет вспоминать. При этом, как показывает практика Apple, после каждого сплита стоимость акций растет. Если пересчитывать на предыдущую цену до дробления ценных бумаг. К слову, сплит по Apple должен был пройти 24 августа. А по Тесла назначен на 28 августа. А пока вы думаете, что делать с этой информацией, я попрошу всех, кто еще не подписан на канал, сделать это и включить оповещение. Потому что я тоже, как и Грэм, хочу 2 миллиона подписчиков. И уверен, что с вашей помощью это полностью реально. Несмотря на то, что Грэм Стефан может показаться условным мажором с Ютуба, который сейчас будет учить всех инвестированию. На самом деле информацию он отбирает тщательно, а его стратегия придерживается принципов самого Уоррена Баффета. Поэтому, несмотря на мое личное неверие в продолжение роста, ну не укладывается он у меня в голове и все тут. Я хочу в заключении привести совет от Грэма. Он отмечает, что всегда после завершения одного медвежьего рынка, за исключением периода Великой Депрессии, после того, как индекс S&P 500 обновлял свой исторический максимум, цена продолжала восходящее движение. Шанс того, что мы упадем, безусловно, есть. Но будет это падение или нет, никто не может знать на 100%. Поэтому имеет смысл сосредоточиться на долгосрочном инвестировании и зайти на рынок сейчас, если еще не открыта позиция. Даже если он потом упадет, то при правильном выборе надежных компаний тут снова вспомню Баффета, который советует покупать не конкретную акцию, смотря на ее цену, а выбирать бизнес со стабильной долгосрочной прибылью. Так вот, даже если рынки и рухнут, то придется чуть больше побыть владельцем этих ценных бумаг в ожидании прибыли. А если мы все же на обычном рынке, то следующие несколько лет ваши инвестиции будут каждый день радовать ростом стоимости. Напишите в комментариях, готовы ли вы покупать акции по текущим ценам или уверены в скорой коррекции и собираетесь ее ждать. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Подписывайся и просвещайся.